Здравствуйте, это программа Сноска в студии Ирина Корчагина. Ежедневно в Крае регистрируются до 30 и более фактов дистанционных мошенничеств. С начала текущего года жители Края отдали более полутора миллиардов рублей злоумышленникам. В один момент жертва мошенника может лишиться 200 тысяч рублей, 5 миллионов и даже больше. И казалось бы, мы постоянно говорим об интернет-мошенниках, но каждый раз они удивляют новыми схемами обмана. Сегодня об этом мы поговорим с гостем нашей студии, заместителем начальника отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Сергей Александрович Мер. Сергей Александрович, расскажите, пожалуйста, какие сейчас интернет-мошенничества наиболее актуальны в Алтайском крае? Какие новые схемы появляются обмана? Ну, мне кажется, здесь немножечко вопрос шире, вопрос не стоит в мошенничествах. Сейчас нужно говорить, наверное, все же о хищениях, которые совершены дистанционным способом. К ним относятся как кражи, как мошенничество, так и вымогательство в том числе. И все больший акцент преобладает преступление в сфере неправомерного доступа к компьютерной информации, ответственность за которое предусмотрена статьей 272 Головного кодекса. На сегодняшний день информационные системы, государственных органов, кредитно-финансовых организаций, операторов связи настолько интегрированы друг в друга, что получив неправомерный доступ к учетной записи пользователя какого-то гражданина в одном из ресурсов, вполне возможно интегрировать и получить доступ, например, от онлайн-банкинга и так далее и тому подобное. Количество таких противоправных деяний, конечно же, растет и растет, и даже, наверное, где-то неправомерный доступ в настоящее время превалирует. То есть их количество, ну, порядка двух с половиной тысяч уже в текущем году зарегистрировано. Безусловно, мошенничества всегда остаются на первом месте, их порядка, наверное, пяти тысяч, ну, около пяти тысяч, четыре с половиной, это около этих цифр, да, зарегистрировано в текущем году. Ну, и в меньшей степени представлены кражи, 158-й и третьей части пунга, и вымогательство. Самое главное, конечно же, для преступников, это речевой контакт с потерпевшим, с потенциальной жертвой. Это основная его задача для того, чтобы ввести в заблуждение и получить универсальные коды доступа, либо пароли от той или иной учетной записи для последующего хищения и перечисления на подконтрольные счета банк, судя по себе, банковские счета. Судя по всему, хорошо пытаются втереться в доверие, то есть эти люди еще, наверное, такие хорошие психологи, которые умеют держать контакт с человеком. Ну, отчасти, конечно же, они и методы социальной инженерии используют, но они используют те государственные ресурсы, которыми мы пользуемся каждый день и понимают, на что человек, скорее всего, доверие расположения будет получено и, соответственно, он расскажет ту или иную информацию, интересующую для злого мышленника. То есть, например, какое-то время назад распространенный был способ, когда звонили и представлялись в ходе речевого контакта, что истекает срок действия договора сим-карты, договора об оказании услуг связи по конкретному абонентскому номеру. Конечно же, люди не хотели терять использование и назывались, и добровольно называли коды и пароли, которые к ним пришли. Ну и впоследствии, значит, как правило, это обращение происходило в том числе к госуслугам. Мы с госуслуг дальше уже переходили к оператору связи или к кредитно-финансовую организацию, где оформляли кредит, заем и так далее и тому подобное. Несколько лет назад, помню, была известна схема, там, в серии, там, ваш сын попал в беду, перечислите столько там денег. Сейчас тоже мошенники вот играют на чувствах людей, вот на этой панике, говоря о каких-то авариях, о других ситуациях с близкими. Безусловно, на самом деле существует давно эта схема, и даже есть успешные примеры борьбы сотрудников полиции с мошенниками, которые именно по такой схеме обманывали граждан. Но она всегда немножечко видоизменялась, преступниками имеется в виду, и на сегодняшний день она остается в том числе актуальной. И в текущем году на территории края неоднократно задерживались люди за соучастие в совершении таких преступлений в качестве курьеров, которые приходили, забирали деньги и в последующем переводили тем, кто звонил. А в чем вообще возникает сегодня сложность по выявлению, даже, наверное, не выявлению таких преступлений, а в наказании самих преступников? То есть то, что они находятся, например, за пределами страны. Какие сложности вообще? Ну, безусловно, о всех сложностях я не могу рассказать публичной плоскостью, но вопрос хороший. Действительно, когда 10-20 лет назад, по большому счету, полиция, ну, тогда еще милиция, она боролась с той преступностью, которая есть на территории обслуживания. В настоящее время трансформация преступности такова, что, ну, и, прежде всего, дистанционный характер к совершению этих преступлений, мы задерживаем преступников на территории всей Российской Федерации. Если к географии отойти, ну, вот конкретно отдел, где я прохожу службу, мы в этом году задерживались за совершение неправомирного доступа к компьютерной информации, конкретно к учетным записям госуслуг. В Воронеже, в Екатеринбурге, в Челябинске, в Красноярске, в Барнауле в том числе. Это только мой отдел, а по большому счету сотрудников органов внутренних дел на территории региона достаточно, и все принимают в этом, безусловно, участие. И еще и они ездят и задерживают на постоянной основе командировки. Это, конечно же, очень серьезно осложняет раскрытие тех или иных преступлений. Даже выезд в служебную командировку – это тоже время, это отвлечение и так далее. Хотя обязанности по охране общественного порядка, обеспечению общественной безопасности на территории региона, здесь у нас никто их не снимает, и, естественно, мы их стараемся выполнять в полном объеме. С каждым годом становится все больше вот этих киберпреступлений, или это одно число какое-то примерно? Ну, чуть раньше останавливался на цифрах. Нельзя сказать, что, допустим, какой-то серьезный рост и серьезное снижение произошло в сравнении с показателями прошлого года. Но, тем не менее, это количество значительное, и, конечно, не можем мы помочь всем гражданам, хотя, конечно же, это наша основная задача – никого не оставить из жертв этих мошенников в стороне, и безучастными к этой ситуации мы быть не можем. Но количество их довольно-таки серьезное. А вот за этот год, если брать число пострадавших от мошенников, вот уже среди жителей Алтайского края, какая самая была большая сумма? Сложно сказать, но порядка, по-моему, 20 миллионов – это точно были такие. Но я, к сожалению, сейчас на память не скажу, какая была сумма. Но 20 миллионов рублей – одноразовое мошенничество такое было. А вообще реально вернуть эти деньги, если преступник пойман? Хотя бы часть какую-то? Безусловно, и на первоначальном этапе, когда речь идет о таких преступлениях, принимаются все необходимые меры для того, чтобы пытаться эти, так скажем, денежные средства заморозить на счетах, на которые вы, преступники, уже себе подконтрольны к преступникам в счетах, и потом вернуть потерпевшим. Но не всегда это возможно в силу того, что настолько входят в доверие преступники, что потерпевшим на протяжении продолжительного времени денежные средства перечисляют. Более того, и обращаются в органы внутренних дел не сразу, когда это событие произошло, спустя какой-то промежуток времени. Конечно же, чем больше времени с момента перечисления денежных средств прошло, тем сложнее эти денежные средства вернуть. Хотя механизмы, конечно же, эти есть. И в настоящее время они все больше и больше внедряются в рамках предварительного расследования уголовных дел. Раньше казалось, что на ловки интернет-мошенников попадаются в основном бабушки, дедушки. Но сейчас, мне кажется, уже вообще нельзя так говорить. И попадаются и молодые люди, которые хорошо владеют компьютером, телефонами. То есть это так? Вы абсолютно правы. Вообще, по моему мнению, относиться к этим вещам нужно таким образом, что никто не может быть каким-то исключением из правил, а любой может стать жертвой мошенников. Вопрос весь в том, каким образом подобрать соответствующую схему. И именно над этим, вероятнее всего, преступники работают каждый день. В начале беседы вы сказали о вымогательствах по телефону. Вот это что имеется в виду? Не совсем даже. Ну, это действительно определенное количество хищений дистанционных. Это вымогательство. Это когда состоялся, например, речевой контакт, люди назвали пароли, коды доступа от учетных записей, например, в мессенджерах. И злоумышленника, получив доступ определенный, начинает изучать контент и содержание информации, которая есть у гражданина, у какого-то жителя Алтайского края в том числе. В переписке с другими пользователями. И если там какие-то есть определенные компрометирующие, может быть, этого гражданина данные или составляющие его личную тайну, под этим предлогом, под предлогом их дальнейшего распространения, конечно, требуют денежные средства. Оно, конечно же, в меньшей степени не представлено, но, тем не менее, это имеет место быть. Если брать этот вот год жертв среди Алтайского края, вот на ваш взгляд, может быть, вас лично удивила какая-то схема обмана, совершенно новая какая-то, на которую реально очень просто попасться? Выделить, конечно, я их не могу, потому что мы работаем с этим каждый день, каждый день видим людей, которые от этого пострадали. Такого экстраординарного для меня, конечно же, нет. Но, безусловно, когда вот серия шла, что истекает срок действия сим-карты, это было, ну, скажем так, мошенники изобрели хороший повод входить в доверие потенциальным жертвам. Истекает срок действия сим-карты, и все, и люди называли коды. А по факту коды приходили из системы госуслуги. Я могу сказать, что мне тоже звонили по поводу срока истечения сим-карты. Но вот я, например, поскольку работаю в СМИ, все равно мы часто общаемся и с сотрудниками полиции, то есть все равно, ну, ты уже понимаешь, что, возможно, это мошенник. Но можете дать какие-то рекомендации, какие-то советы для наших зрителей, которые могут столкнуться в любой момент с мошенниками, которым тоже могут позвонить, написать, там, в каких-то мессенджерах. Вот самые главные правила, чтобы вовремя положить трубку и не пострадать. На мой взгляд, надо исходить всегда из правила, что любой человек может стать жертвой мошенников. Это первое. Второе. Ни в коем случае не передавать пароли и коды доступа, которые вы создавали или которые пришли к вам в виде СМС для подтверждения тех или иных действий в том или ином мессенджере или в социальной сети или в каком-то государственном сервисе. Третье. Никогда нельзя перезванивать на абонентские номера, которые указаны в пришедшем вам СМС. Необходимо заходить на официальные сайты кредитно-финансовых организаций, операторов связи и звонить на те номера, которые указаны там. Если у вас пришла СМС, сомнительная операция, какие-то не ваши действия по банковской карте, необходимо в идеальном случае, в идеальном варианте перейти, конечно, в какое-то отделение банка и проконсультироваться с специалистом. Если никаких действий не происходило, не поддерживать разговор. Ну и когда вам звонят, предлагают какие-то услуги, сомнительные, которые вы не заказывали, конечно же, разговаривать лучше с этими людьми. В принципе, не разговаривать, ложить трубку и все. Сейчас можно сказать, что большая, большая часть преступлений идет через госуслуги? Ну, так тоже, как бы, не могу я сказать, что прям все преступления совершаются через госуслуги, но это сервис государственный, который предоставляет разнообразные услуги в разных ведомствах. И сервис госуслуги интегрирован широко с кредитно-финансовыми организациями и операторами связи. Безусловно, те учетные данные, которые гражданин создал, он должен пристально за ними следить. Ни в коем случае не передавать эти пароли доступа от госуслуг третьим лицам, для того, чтобы они могли какие-то манипуляции с его учетной записи производить. Ни в коем случае не, вернее, немножко не так. Если вдруг поменяли оператора связи, изменили абонентский номер, необходимо войти в госуслуги либо через многофункциональный центр и перепривязать новый номер к своей учетной записи на данном сервисе. В противном случае гражданин может пострадать от нового собственника этого абонентского номера в виде оформленных на него микрофинансовых займов либо полноценных кредитов в банках. Время нашей программы подходит к концу. Сергей Александрович, думаю, и нам, и вам надо почаще об этом говорить. Приходите к нам в студию. Спасибо большое за эти советы. Я надеюсь, что среди наших зрителей не будет жертв мошенников. Спасибо большое за это. Спасибо большое.